За двумя зайцами Данная ошибка совершается, когда из двух несовместимых точек зрения говорящий поддерживают сразу обе. К этой уловке, как к критерическому приему, нередко прибегают политические деятели, стремясь использовать общественную полемику для завоевания симпатии избирателей, не обремененных навыками критического мышления. В англоязычной литературе данная ошибка традиционно называется «Ежели подвиски». Название это берет происхождение из речи, которую в 1952 году произнес Ной Зануда Свет-младший в Законодательном собрании штата Миссисипи на дебатах об отмене сухого закона. Кстати, его прозвище Согги – Зануда может также толковаться, как мокрый. Получив слово, юный судья заявил. Друзья мои, я не собирался обсуждать это ни по какому-либо поводу, ни в какое-либо время, какими бы противоречиями не было бы это чревато. Но раз вы уж спрашиваете, какое мое отношение к виске, я отвечу. «Ежели под виски вы подразумеваете дьявольское зелье, ядовитую напасть, кровавое чудовище, оскверняющее невинность, лишающее рассудка, разрушающее дома, порождающее нищету и буквально отбирающее хлеб изо рта у детей. Если вы имеете в виду злостное пойло, повергающее христианских мужчин и женщин с высот праведной благочестивой жизни в бездну упадка, отчаяния, стыда, беспомощности и безнадежности, тогда я, безусловно, против». Но если, говоря о виске, вы подразумеваете стимулятор беседы, философское вино, тот эликсир, что в кругу друзей наполняет сердца песней, а уста смехом, глаза теплым сиянием умиротворенности, если вы имеете в виду рождественский восторг, бодрящий эль, придающий упругость походке пожилого джентльмена ясным морозным утром, бальзам, что позволяет человеку приумножить ощущение радости и счастья и хотя бы ненадолго забыть о тягостных бедах, страданиях и скорбях в его жизни, «Если вы имеете в виду напиток, продажи которого наполняют нашу казну неисчислимыми миллионами долларов, направляемых на помощь нуждающимся на строительство автострад, больниц и школ, тогда я, безусловно, за. Такова моя позиция, от нее не отступлюсь и никогда не соглашусь на компромисс». Но красноречие мокрого ноя должного эффекта не возымело и алкогольный запрет сохранялся в штате вплоть до 1966 года. Тем не менее, политики по-прежнему прибегают к этому подходу. Так что не удивляйтесь, когда слышите что-либо типа. «Вы спрашиваете, каково мое отношение, отношение нашей дружной политсилы к пропаганде гомосексуальных отношений?» Отвечаю прямо и без лукавства. «Если под гомосексуализм вы подразумеваете нездоровый образ жизни, который согласно результатам независимых исследований не имеет какой-либо связи с генетической предрасположенностью, но пагубно влияет на моральное, социальное и физическое состояние общества. Образ жизни, лишь по официальным данным, в десятки раз превышающий среднестатистический уровень беспорядочных половых отношений и чреватый множеством неизбежных медицинских проблем, такой для которого характерны сокращения средней продолжительности жизни на 25-30 лет, хронические заболевания печени, фатальные нарушения деятельности иммунной системы, множественные кишечно-инфекционные заболевания, образ жизни, связанный с частыми случаями суицида, образ жизни, значительно повышающий риск развития асоциального поведения у воспитанных в этой среде детей и так далее, в этом случае мы однозначно против». Если же речь идет о стремлении совершеннолетних граждан вступать между собой в имущественные союзы, относиться друг к другу с заботой и уважением, проявлять любовь и нежность, то наш долг всячески способствует распространению таких отношений. Это наша однозначная, твердая и взвешенная позиция. Мы не пойдем ни на какой компромисс в этом вопросе. Или другой вариант. Если под легализацией проституции вы подразумеваете признание общественной нормой, явление разрушающего семьи, способствующего распространению венерических заболеваний, создающих условия для сексуальной эксплуатации и международной работорговли, развитию множества прочих связанных с ним социальных, медицинских и криминальных проблем, то мы, конечно же, против. Ежели же речь идет о предоставлении простым женщинам возможности реализовать свои таланты, проявлять предприимчивость, пополнять число налогоплательщиков, обеспечивающих процветание, безопасность и обороноспособность нашей страны, то кто без греха, пусть первый бросит в меня камень. Подобное заявление можно суждать по любому вопросу, будь то отношение к наркотикам, различной степени тяжести, к азартным играм, к чему угодно. В народе это называют «пускать пыль в глаза». И если к этой тактике прибегает, скажем, облаченный властью чиновник, значит он просто хочет, чтобы народ, нанявший его на эту должность за собственные налоги, не знал, чем он занимается на самом деле. Действительно, Иисус сказал обвинителям женщины, уличенной в супружеской измене, «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». А ей самой сказал «Я не осуждаю тебя». Но он же и сказал ей «Иди и впредь не греши». Атеана 8 глава. Закон не меняет сердца людей к лучшему. Он лишь призван сдерживать распространение общественного зла. Но, поощряя порог, закон сам становится злом. Субтитры создавал DimaTorzok